всем привет друзья но я сегодня хочу приготовить чебуреки по самому вкусному и самому моему любимому рецепту я подготовила здесь все продукты которые нам нужны сегодня чебуреки буду делать на пол литра кипятка здесь у меня мука 1 килограмм соль сахар нам нужно растительное масло и кипяток девочки давайте будем замешивать тесто пока девочки у меня кипяток не остыл таз подготовила так в таз всыпаем две столовые ложки сахара чтобы чебуреки у нас получились очень красивого золотистого цвета для колеровки две чайные ложки соли берем без горочки вот так далее девочки кипяток заливаем сюда 500 грамм крутого кипятка перемешиваем чтобы оставился соли сахар захотелось мне сегодня чебуреков очень давно их не готовила так размешали сюда же вливаем 4 столовые ложки растительного масла все ингредиенты можете сразу добавлять в муку но я так делать не люблю поэтому я замешиваю сразу вот так девочки все водички буду сюда добавлять сейчас сразу в муку муку я смесила здесь у меня один килограмм вот так сразу побыстренько постепенно размешиваем чтобы у нас заварилась мука добавляем еще муку и замешиваем крутое тесто ой все сыпется мне тороплюсь все венчик не справляется сейчас я замешу руками без вас тесто я замесила оно должно получиться крутым не мягким вот такой консистенции девочки и мальчики вот такой консистенции сейчас оставляю наше тесто я на полчаса накрою таз полиэтиленовой пленочкой чтобы наше тесто немножко отдохнуло от лежалось ну что ж наше тесто полежало от лежалось я подготовила здесь фарш это у меня домашний свиной фарш я сюда перекрутила две большие луковицы через мясорубку добавила два зубчика чеснока черный молотый перец соль и грамм 200 холодной воды чтобы чебуреки у нас получились сочные ну и сейчас девочки будем лепить наши чебуреки фарш я отодвинула на стол немножко насыпаем муки выкладываем наше тесто тесто получилось девочки тугое сейчас мы его разделим на четыре части вот так и разрежу ножом и и каждую часть еще на половинку вот так лишнее я тесто снова верну в таз скатаю каждое тесто в шар вот так девочки чтобы она у нас не заветривалась накрываем его снова полотенцем или полиэтиленовой пленочкой из этого теста кусочек девочки будем сейчас формовать наши чебуреки я сделаю вот такую колбаску можно немножко покатать по столу лишнему кота двину но теперь нашу колбаску разрежу на кусочки ну на четыре части и сейчас девочки каждую часть скатаем еще раз шар вот так маловато отрезала можно было конечно же больше сейчас еще отрежу тесто девочки просто скатываем шар вот так как у вас получается готовлю самые простые девочки деревенские чебуреки это отодвигаем подвинула еще взяла еще кусочек тесто сейчас еще его вот так тоже раскатаю пласт вернее ну ой колбаску девочки уже заговариваюсь спешу постоянно куда-то снова так нарежем сейчас наверно все тесто я так понарезаю скатываем снова в шар это для удобства чтобы потом можно было сразу раскатывать и формовать наши чебуреки девочки делайте все как у вас получается мы же делаем свою роту не на выставку у меня канал не кулинарный у меня канал деревенский самый простой моей жизни готовлю себе блюдо для своей семьи девочки еще сейчас налеплю все попрятала теперь достаю катаем колбаску тесто можно так растянуть руками тесто тугой у нас получилось разрезаем хотите большие чебуреки делайте большие куски тесто девочки разрезайте на большие вернее куски снова в шар но я сейчас девочки все тесто раскатаю чтобы не отнимать ни мое ни ваше время потом будем вместе с вами лепить чебуреки ну что ж тесто я раскатала девочки получилось у меня 19 кусочков я сейчас накрою полотенцем чтобы она у нас не заветривалась и будем формовать наши чебуреки немножко муки на стол насыплю будем раскатывать я подготовила девочки досточки досточки смажу мукой от места не хватает берем наш кусочек теста и будем его раскатывать раскатываем потоньше вот такой толщины девочки вот сейчас пододвигаю фарш сяду ноги не казенные и будем формовать чебуреки девочки берем ложечку фарша ложим вот так на краешек и немножко его вот так распределяем по тесту краешек здесь оставляем чтобы можно было чебурек наш закрыть закрепить вот так девочки накрываем тесто наш фарш края закрепляем я подготовила здесь вилочку не хватает мне девочки место чтобы вам показывать носку положу сюда вилочку здесь подготовила вилочкой буду вот так закреплять края вот так вот такой чебурек получается красивенный обалденный домашний из домашнего свиного фарша берем еще кусочек тесто муку немножко пододвинем скалка будем раскатывать немножко все мешает девочки все мешают стол маленький и немножко можно еще подсыпать раскатываем наше тесто пласт потоньше вот так выкладываем снова сюда ложечку фарша ложка меня столовая фарш сочный я сюда добавила как я уже вам говорила грамм 200 холодной воды фарш для того чтобы чебуреки у нас были сочные и просто вот так тесто закрываем наш фаршик ручками можно здесь закрепить пальчиками вилочкой поправить так мука девочки нужно муку вилку смачиваю чтобы она не прилипала к тесту и просто вот так вилочкой закрепляем наши края так получается и красиво и края у нас закрепленные получаются видите какой чебурек как в магазине выкладываем на досточку берем еще кусочек теста муку раскатываем чебуреки у меня получается не сильно большими средненькими так будет достаточно берем ложечку фарша выкладываем и распределяем по тесту чебуреки делаются очень легко и просто получается обалденно вкусными потому что девочки они из домашнего свиного фарша что может быть еще лучше так закрепляем аккуратненько все делаем вилочка можно пальчиками вот так поправить вилочку смачиваем в муке или смазываем тесто получилось у меня девочки тугое не мягкое вот такой чебурек получается красивенный девочки ой при чебуреково налепила целая доска вышла уже снова берем кусочек теста и раскатываем вот так берем фаршик ложечку фарш еще можете добавить зелень но я не стала добавлять так как фарша я сделала немножко с излишком с лишнего фарша мужу хочу нажарить на работу котлеток поэтому я зелень не стала добавлять обычно я добавляю девочку еще фарш укроп с укропом мне чебуреки нравятся тоже вот так пальчиками вилочку смачиваем муки смазываем и вот так делаем наш чебурек закрепляем края вилочкой не знаю влезет ли сюда еще один чебурек или не влезет попробуем его сюда как-то впихнуть наверное девочки не влезет надо брать мне еще одну досточку досок я конечно же здесь как всегда наготовила вот так сейчас досточку обмажу мукой выложим наш чебурек сюда вот так ой девочки ну дальше я буду лепить без вас потому что тесто у меня здесь очень много 19 кусочков на 19 чебуреков я здесь тесто налепила вернее сделала ну а дальше покажу сколько чебуреков у меня получилось буду лепить без вас ну вот столько чебуреков девочки я налепила одна досточка у меня там не влезла с правой стороны вернее в экран все не влезло 19 чебуреков налепила все пойдемте вместе со мной будем жарить ну а я пришла жарить наши чебуреки налила на сковородку растительного масла оно у меня уже нагрелось и девочки выкладываем сюда наши чебуреки буду выкладывать по 2 сразу делаю потише огонь чебурек не помещается с этой стороны немножко загнулся поправлю вроде бы маленький налепила но не помещаются девочки на сковородку на вторую сковородку сейчас тоже положу ой по небольшому чебуреку не знаю один или два сколько влезет сейчас посмотрим девочки как сюда положить вот так с этой стороны что ли вот так буду сейчас обжаривать до готовности с двух сторон попробую перевернуть один чебурек девочки пожарился видите не лазит видите какой пупырчатый получается это тоже переверну но потом и девочки еще раз переворачиваю видите какие чебуреки получаются девчонки по этому тесту пупырчатые но я буду ворочать со стороны на сторону а у нас сегодня жара девочки жарища 31 градус уже в тени на день передавали 37 градусов это просто невозможно невозможно находиться даже на улице я потише огонь сделаю на двух комфортах чтобы у нас мясо девочки внутри прожаривалось на одной сковородке девочки чебурек у меня вот этот пожарился я буду его доставать видите какой получается пупырчатый с двух сторон немножко продавила мясо а в этой сковородке будем ворочить масло брызгает во все стороны девочки какие ароматы чесночком я же сюда чесночка добавила в парочку ой пахнет на все округу ну слюнки так и бегут а я буду ворочить здесь также еще раз переверну здесь можно тоже перевернуть здесь пускай немножко поджарится я выложу я еще буду доставать наши чебуреки на вторую сковородку с этой стороны также прожарился вот такой получился видите такой красивый пупырчатый тесто на кипятке с этой стороны пусть немножко поджарится я выложу чебуреки на вторую сковородку вот так и это тоже можно будет достать так какая красоте девчонки готовьте такие чебуреки с ними радуйте своих родных и близких а я буду дальше выкладывать по два чебурека на сковородку помещаются у меня кажется лепила маленькими но на сковородку они у меня не помещаются девочки все буду жарить дальше так на вот этой сковородке у меня чебуреки поджарились можно их перевернуть аккуратненько покажу вам поближе девочки с пылу жару со сковородки прям видите красивее тесто обалденное здесь пускай немножко поджарится я потише огонь здесь сделала жарю дальше можно перевернуть на этой сковородке на этой сковородке наши чебуреки все вот такая вкуснота девчонки сегодня у нас с мужем будем пальчики облизывать ну а на той сковородке у меня чебуреки уже пожарились буду их доставать видите брызгается все о покажу еще раз вам поближе вот такую вкусноту пупырчатые румяная зажаристая девочки сковородка у меня горит поэтому выкладываю туда еще чебуреки вот так так зажаристку уберу а здесь посмотрим что у нас здесь у нас еще не поджарились пусть дожаривается ну а вам еще раз покажу я чебуреки девочки ой горячие девочки блюда вот такие чебуречки получаются ну а я дальше девчонки буду жарить без вас а потом покажу сколько нажарила и что у меня получилось готовьте вот такие чебуреки по этому рецепту а я жарю дальше вот и все пожарила я чебуреки чебуреки обалденно вкусные с домашним сяным мясом пупырчатые зажаристые золотистые и обалденно вкусные готовьте себе друзья радуйте своих родных и близких а на этом я буду с вами прощаться спасибо что были со мной спасибо всем за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии и я всегда всем очень рада и до новых встреч друзья до новых видеороликов на моем канале всем пока пока